Книга «Открытым оком», том 23, тема «Работа», вопрос 3523. «У меня взрослый сын запился, и его с работы выгнали. Меня он уже не слушает давно и на меня злится, когда я ему советую пойти в церковь. Может, уговорить его, чтобы он сходил и причастился, чтобы полегчало ему?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Такое можно услышать только от православных. Да разве непонятно, что пьяницы не должны быть вместе с верными, а стоять с соглашенными? О каком причастии речь идет? Разве причастие есть панацея от запоя? Вы приравняли тело и кровь Христову к кодированию пропащих пьянчужек. За одну подобную мысль вас уже нужно ставить под епитемию. От пьянства самое действенное средство в Новосибирске у профессора Пилипенко – поркотерапия. Драть нещадно и вылечиться через два месяца. Но никто из тех, кому я советовал поехать туда, не поехал, но продолжают смердеть, заканчивая свою ненужную и вредную жизнь. Прочтите подробно об этом чудесном и поистине всеисцеляющем методе в книгах «Открытым оком» том 13 вопрос 3169 и в 18 томе вопрос 3193. Аргументы и факты номер 24, 2006 год, страница 19. Тайная и явная. Росготерапия творит чудеса. Неопознанная. Выпари меня. Такую просьбу высказывают отнюдь не мазохисты. Клинический психолог Герман Пилипенко за год, что применяет розготерапию, успел отпороть около 70 человек. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Исайя 26.10. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Пьянство, как и другой грех, такой, как бранные слова, сам по себе не отпадает. Его нужно выколачивать из дурного человека. Сирахова 24.19. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Вот я дал дельный совет, которым, воспользовавшись, люди стали на путь трезвой жизни. Но мать согласна ли, чтобы ее дитя пороли? 1 Тимофея 6.3.4. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. С какой же целью награждает нас Бог Иегова, сущий, всемогущий? Мы чиним лодку и готовим снасть, и верим, с ним мы нищету улучшим. Пока мы, стоя на молитве, просим и кланяемся трезво на восток, незримый жнец покоит нам колосья, по стеблю к зернам посылает сок. С какой же целью думалось не раз, столь безуспешен высев и рыбалка? Размыт маршрут, и не пролазна грязь, за леность многое тогда отдал бы? Кипит косяк из драгоценных рыб, сеть чиненная как-то не прорвется, засыплет вовремя грозящий нам обрыв. Пройдешь средь цензоров, не покорившись ростом. Не покорившись ростом, с какой же целью Бог нас наделяет? Землею плодородной, обводненной, дубравы и озера на делянке, за сотни лет никто здесь не утонет. Давид непобедимый изъяснил, все для того, что божьи уставы хранили, берегли по мере сил, чтоб было, что наследникам оставить. Но если цель не суждено достичь, аварии и взрывы сбили с курса, и из охотников мы превратились в дичь, каким-то образом нас полоняет дурость. У верующих выход есть, без выходных взывать к смотрящему, кто примет без упрека. Мы не бываем никогда одни, он отшлифует сразу у порога. У Бога день и цель, все во Христе, ввести в Писание, подвигнуть к благовестью, когда нас вырулит совсем в чужую степь, быть сеятелем с Иисусом вместе. 9 марта 2007 год, игла.